В 1990-е годы Китай претерпевал огромные изменения. Бешенными темпами росла экономика, на восточном побережье страны вырастали небоскребы, открывались зоны свободной торговли. Люди, долгое время ограниченные собственными деревеньками и поселками, вырывались на заработки в большие города, что, конечно, не только способствовало их обогащению, но и порождало немало социальных проблем. В эти же годы, чтобы умерить рост численности населения, жестко притворялась в жизнь политика «одна семья, один ребенок». Ограничения более всего затрагивали как раз бурно развивающееся восточное побережье. Уже родившие пары агитировались стерилизоваться, и в больницах проводилось по несколько десятков операций по стерилизации в день. Какова же в таких условиях судьба простой китайской девушки? Этим вопросом задается писательница Шэн Кэй, которая известна в Китае как очень феминистичный автор, затрагивающий острые социальные темы. Родилась она в 1973 году, то есть это наша современница, и пишет она в основном о проблемах 90-х-2000-х годов. С вами Арти Рей и рубрика «Книжный Китай». Сегодня мы поговорим о единственном переведенном на русский язык романе Шэн Кэй, который называется «Сестрички с севера». Если вам интересен обзор на еще одно ее произведение, повесть «Райская обитель», которая также переведена на русский язык, добро пожаловать на мой Бусти, который я собираюсь в скором времени открыть, и первым видео там будет как раз обзор на эту повесть. Признаюсь, эта повесть понравилась мне еще больше, чем роман «Сестрички с севера». В повести много такого, что привлечет искушенного читателя. Это темы репродуктивного насилия, суррогатные матери, зазнавшиеся предприниматели и интересный фокальный персонаж в лице сумасшедшей дурочки. Словом, когда появится у меня Бусти, ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Опять же, признаюсь вам, до того, как я случайно нашла «Сестричек с севера» на Али Тресе, я вообще ничего не слышала о Шэн Кэй. Более того, о ней не знал даже мой довольно начитанный муж, китаец. Однако первое знакомство с автором было очень запоминающимся. Я не могу сказать, что жанр, в котором пишет Шэн Кэй, очень мне понравился, однако он точно не оставил меня равнодушной. Особенно поразила меня, как я говорила уже, повесть «Райская обитель». Я даже поставила ей 9 из 10 баллов в качестве оценки, что для меня редкость. Несмотря на обилие в произведениях Шэн Кэй секса, грязи, вообще физического и телесного, они не оставляют чувства годливости и заставляют глубоко задуматься. Правда, если вы нежный нравственный морализатор, вам, скорее всего, не понравится. Но обо всем по порядку. И да, как и во всех моих обзорах, здесь будут спойлеры. Поэтому, если вы не хотите их слышать, выключайте видео, сначала прочитайте книгу, а уже затем возвращайтесь к обзору после прочтения. Итак, роман «Сестрички с севера». Сестричками с севера в южных городах Китая называли девушек из центральных и северных провинций, приехавших в бурно развивающиеся города на заработки. Действие романа происходит на самом юге Китая, в городе Жэньчжэнь. Этот город рос особенно быстро и манил своими возможностями многочисленных деревенских жителей. Главная героиня романа родом из небольшой деревушки в провинции Хунань. Это родная провинция и самой Шэн Кэй. Главную героиню зовут Цянь Сяо Хун. Ей 16 лет и мы не знаем о ее внешности ничего, кроме того, что у нее внушительных размеров грудь. Цянь Сяо Хун в своей родной деревне вляпывается в скандал, переспав с мужем старшей сестры и покидает деревню, решая отправиться на заработки в Шэньчжэнь. С собой она берет подругу, наивную, близкую к типажу серой мышки, девушку Лисы Цзян. Лисы Цзян смотрит на Цянь Сяо Хун с ее внушительным бюстом, с восхищением. У самой Лисы Цзян груди маленькие и напоминают мандаринки. В какой-то момент Лисы Цзян задумывается о том, что судьбу девушки уж точно определяет размер ее груди. В этот момент мы понимаем, что речь в романе пойдет именно об этом, о том, что в жестоком котле молодого китайского капитализма судьбу женщины определяет именно ее тело. Здесь прячется первая и главная проблема романа. И эта проблема объективизации. Но кто же виноват в этом? Читатель-морализатор обвинит саму Цзян Сяо Хун. Ее действительно не назовешь образчиком нравственности. Это страстная девушка, которая не гнушается физической близостью с тем же мужем родной сестры и со многими другими мужчинами. В Шэньчжэнь она бросается в водоворот случайных связей, абортов. Образ этой красавицы постоянно, так что читателю это начинает набивать оскомину, подчеркивается ее внушительных размеров грудью. Цзян Сяо Хун могла бы, скажет наш морализатор, заняться самообразованием, выбить себе местечко под солнцем, а не отпускаться во все тяжкие. Однако, как говорится, общественное бытие определяет общественное сознание. Если мы поглядим на общество вокруг Цзян Сяо Хун, мы придем в ужас. На фоне совершенно нелицеприятных членов этого общества, Цзян Сяо Хун смотрится положительным героем. Она вызывает сочувствие, она, в отличие от других людей в этом обществе, искренняя. Да, она не образчик морали, как мы отметили, но она даже и не пытается таковой казаться. Более того, она стремится стать лучше, задумывается даже о том самом самообразовании. Но вот ничего у нее не выходит, мешает та самая огромная грудь. Куда бы ни направилась Цзян Сяо Хун, все видят в ней только эту грудь. Повторю, мы не имеем ни малейшего понятия о других чертах внешности девушки. И автор, конечно, не случайно оставляет Цзян Сяо Хун такой безликой. Таким образом, автор кричит о том, что люди не видят в женщине саму женщину, видят только ее тело. В конце романа автор пускает в ход приема магического реализма, особенно популярного в Китае в последние годы направления. Грудь Цзян Сяо Хун вдруг начинает расти, разрастается до таких невероятных размеров, что ее обладательница уже не может ходить. И роман заканчивается на том, что Цзян Сяо Хун, придавливаемая грудью к земле, падает посреди шиндженской толпы. Это и есть метафора объективизации. Цзян Сяо Хун настолько невидимой становится за собственной грудью, что грудь начинает мешать ей жить и, наконец, даже лишает возможности подняться с земли. Крик автора становится просто удивительным по громкости воплем. Вот так судьбу девушки и определяет ее грудь. Как подумала в начале романа подруга Цзян Сяо Хун Ли Сы Цзян, обладательница маленькой груди мандаринок. К слову, судьба самой Ли Сы Цзян, определенная или нет ее грудью, сложилась очень печально. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока переходим ко второй проблеме. Проблема вторая. Миграция и отношение к мигрантам. 90-е годы стали бумом внутренней миграции в Китае. Сотни тысяч деревенских жителей и жительниц стремились на волне реформ и открытости в большие города. Жилось им там непросто. Работу они в целом выполняли самую тяжелую. Это были фабричные рабочие, официанты, уборщики, строители, дворники. В этот водоворот миграции и попадают молодые девушки, героиня романа Шэн Кэй И. Цзян Сяо Хун и ее подруга Ли Сы Цзян родом из провинции Хунань. Это один из самых центральных районов Китая. В 90-е годы, как я уже говорила, особенно быстрыми темпами развивалось восточное побережье, такие города, как Шанхай и Шэньчжэнь, что приводило к быстрому притоку мигрантов именно в эти города. Цзян Сяо Хун также оказывается в Шэньчжэне. Чтобы там жить и работать, провинциалам нужен особый документ. Временная регистрация. Получить его официальным путем в те годы было почти невозможно. И особенно сложно тут было юным девушкам. Цзян Сяо Хун и Ли Сы Цзян в итоге удается раздобыть этот документ, но только через постель. Жизнь в Шэньчжэне далеко не размеренная, не спокойная. Это борьба. Цзян Сяо Хун и другие девушки-мигрантки играют в огромном городе самые второстепенные роли. Они работают в ресторанах, на стойках регистрации отелей, на фабриках и в регистратуре больниц. Но каждый день им приходится бороться за выживание. И это при том, что жизнь в Шэньчжэне приносит им куда больше дохода, чем жизнь на родине. Одной из самых главных проблем, которую пытается подчеркнуть Шэн Кэй, является именно проблема сексуальности. Отношение к молодой девушке-мигрантке как к сексуальному объекту. Мы видим, как наши героини чуть не попадают в бордель, чуть не оказываются изнасилованными. Одну из второстепенных героинь даже находят убитой. И вокруг этой истории, кстати, заверчена довольно показательная детективная линия в романе, тоже подчеркивающая эту слабость. Девушки-мигрантки, которая кажется сильной и бойкой, однако остается слабой перед лицом привилегированного мужчины. Оставляет ли автор какую-то надежду для Цэн Сяохун в этом кипящем котле? Может ли юная деревенская девушка выжить в Шэньчжэне? Нет. Последняя сцена романа, о которой я упоминала выше, все эти надежды разбивает в прах. Третья проблема – это репродуктивное насилие, довольно часто встречающееся в текстах Шэнькэй. Об этом повествуют, как я уже говорила, оба переведенных на русский язык ее произведения. Повесть «Райская обитель» особенно фокусируется на этом. В романе «Ши сестрички с севера» с проблемой репродуктивного насилия связан образ Ли Сыдзян. Напомню, действие происходит в 1990-е годы, в самый разгар осуществления в Китае политики «одна семья, один ребенок». Причем в быстро развивающихся городах на восточном побережье эта политика притворялась в жизнь с особым рвением, в отличие от западных районов. В книге Шэнькэйи эта политика, как и объективизация, сказывается на женской телесности. Это аборты, которые девушки делают добровольно, и стерилизация, которую им делают принудительно. Таковы проявления этой политики в романе. Освещая аборты, которые зачастую приходится делать героиням романа, Шэнкэйи обращает внимание на невысокий уровень сексуальной просвещенности в деревне. Что же касается стерилизации, Шэнкэйи писала, что в больницах была квота. Нужно было выполнить определенное количество операций в день. Обычно к стерилизации склоняли женщин, которые уже были матерями, которые уже были замужем. Но случалось и такое, что ради выполнения этой квоты, нагрянув в квартиру какой-нибудь такой уже рожавшей женщины. И не найдя ее там, репродуктивная полиция забирала ее молодую дочь, которая еще не была замужем и не рожала. И такая судьба постигает обладательницу маленьких грудей мандаринок Лисы Цзян. Всего лишь в 19 лет она стала из-за этого бесплодной. На мой взгляд, это одна из самых пронзительных сцен в романе. Благодаря этой сцене я даже поставила роману на целый балл больше, чем планировала изначально. Не буду здесь много распинаться. Очень советую почитать роман до конца хотя бы ради этой сцены. Она душераздирающая. Из-за этой сцены, кстати, издательство тянули с изданием книги «Сестрички с севера». И этот роман Шэн Кэй написала первым в своей писательской карьере, но он не стал самой первой ее публикацией. И, наконец, четвертая проблема, которая немножечко скрывается за тремя предыдущими, это разрыв города и деревни. Цзян Сяохун возвращается в небольшой отпуск в родную деревню и понимает, что она там чужая. Никто, даже родные, не верят ей, что в Шэньчжэне у нее обычная достойная работа и что она не занимается проституцией. Цзян Сяохун перестает чувствовать себя своей в деревне. Ей кажется, что она уже принадлежит совершенно другому миру, городу, Шэньчжэню. Съездив на праздники в деревню, почувствовав этот разрыв между собой и родными, Цзян Сяохун и Лисадзян буквально сбегают оттуда, а ведь ехали они на родину в радостном предвкушении. Напомню, ни городское общество, ни деревенское не выглядят здоровыми и высокоморальными, но показательно то, что человека, ступившего на городскую почву, деревня перестает принимать. Так подчеркивается одна из серьезных проблем нового Китая 1990-х годов – разрыв между городом и деревней. Он проявлялся в том, что в городе можно было заработать гораздо больше. И в том, что деревня пустела, в то время как города росли и полнились новыми жителями. И, наконец, в том, что новым городским жителям было сложно вернуться в родную деревню. А теперь вернемся к вопросу, который мы задавали в самом начале видео, рассматривая первую проблему. Так есть ли у девушек-мигранток надежда? Ни Цзян Сяохун, ни Лисадзян автор надежды не оставляет. Первая, как мы помним, падает посреди Шенчженской улицы, под весом собственной груди. А вторая, после операции по принудительной стерилизации, переживает предательство со стороны мужчины, едва не кончает с собой и в итоге едет в родную деревню. Но мы помним о проблеме номер 4, и нам сложно поверить, что ее там ждет что-то хорошее. Однако сама автор – такая же девушка-мигрантка из провинции Хунань. И она также жила в Шенчжене 1990-х годов и все-таки смогла добиться успеха. Только вот исключение это или правило? Зная гигантскую мясорубку под названием «Современный капиталистический Китай», я бы сказала, что это, скорее всего, исключение. Ну и теперь мое субъективное мнение о романе. Мне роман довольно-таки понравился. Конечно, он довольно мрачен и в чем-то показался чересчур эклектичным. Например, в том, что в конце автор прибегает к магическому реализму. Но особенно сильными, мне кажется, именно начало и конец романа, тогда как середина тянется медленно. Советую вам прочитать роман «Сестрички севера», если вы не боитесь немного чернушной атмосферы и интересуетесь проблемами современного Китая, особенно теми, которые связаны с женщинами. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в других книжных обзорах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк к этому видео и оставляйте комментарии. С вами была Арти Рэй. До новых встреч. Всем пока!